Добро пожаловать в Бухту Торговцев! Скажем спасибо издательству Фабрика Игра за то, что торговцы разговаривают на понятном нам языке. А теперь откроем для себя жемчужину Пяти Королевств и расположим в центре стола огромное игровое поле. Ну, что касается Бухты Торговцев, здесь всё огромное. Бухта Торговцев находится вот здесь. Именно вот это местечко сейчас мы увидим не чёрно-белым. Чтобы добавить красок в эту торговую жизнь, мы перевернём поле и вот так всё стало намного ярче. Над маленьким островом в этой Бухте Торговцев летает маленький дракон. И этот остров все моряки так и называют – Драконий остров. А где же моряки? А моряки вместе с кораблями пока что находятся в коробке. Пора доставать их и отправлять в Бухту Торговцев. У каждого корабля должно быть своё имя. Так написано на первой странице учебника по кораблестроению. Правда, вот с этого расстояния мы пока что не можем прочитать название этих кораблей. Но у каждого корабля точно есть название. Теперь пригласим на площадь горожан. Причём мы не будем приглашать моряков, а только местных и наёмников. Но в правилах сказано, что для вашей первой игры используйте только колоды местных и наёмников. На карте местных в правом верхнем углу мы видим местную таверну, в которой заседают вот эти городские красавчики. А вот это наёмники, потому что в правом верхнем углу мы видим два мяча. А вот это моряки. И давайте возьмём и этих моряков пока что отложим в сторону. Ну, чтобы не замешивать их в колоду местных. Теперь тщательно перемешаем их. И отправим вот сюда, на мост городской площади. И сейчас мы узнаем, какие четыре городских жителя вышли на городскую площадь. Вот такой местный житель. Вот такой наёмник. Вот такой вот местный рыбак. И вот такой наёмник. Причём, посмотрите, каждого из этих горожан можно попросить пойти с тобой. И дольше всего придётся упрашивать вот этого наёмника, потому что нужно будет потратить два часа, да ещё и взять карту порчи. Вот этот рыбак и наёмник уговариваются за два часа. А вот этот мужчина из гильдии воинов, он упрашивается за один час и карту порчи. Да, кстати, а где же карты порчи? Вот они, в коробке. Достаем, перемешиваем и кладём на поле. Вот в этом самом месте, где драконья шея делает изгиб, мы поместим колоду на рубашке, которой мы видим череп с зелёными глазами. А теперь возьмём воина в красных доспехах, а также барда в зелёном концертном костюме. Возьмём волшебника в синей мантии и вот этого дворянина в жёлтом кафтане. И отправим каждого в свою гильдию. Воин, естественно, отправляется вот в такую военную академию. Здесь вот дрэнь-дрэнь, брэнь-брэнь, здесь вовсю брэнчат на своих арфах вот такие барды. Что касается волшебников, то над всем земным возвышаются они вот в такой башне на скале, где-то в районе вот этого волшебного колпака. А если присмотреться, что происходит за жёлтым забором, то вот здесь, в басике, мы видим, как дворянин вот в таком жёлтом кафтане, не снимая прям жёлтый кафтан, купается себе посреди двора. А теперь возьмём вот такой мешочек искателей приключений и отправим в него 12 воинов, а также 12 бардов. Вот что касается волшебников и дворян, их поменьше, их 8 штук. 8 волшебников и 8 дворян. А вот это кто такие? Это разбойнички. Всего в бухте торговцев могут орудовать три банды. Первая банда культистов, вот это вот банда грабителей, а вот это вот преступники. И они отправляются вот на это преступное местечко. И тут же мы должны в мешок отправить 4 разбойника, а в логово 2. И 4 преступничка отправляются вот сюда, а вот эти 2 разбойника отправляются в логово разбойника. Да, здесь, конечно, не самое приятное местечко, но, видите, 2 разбойника здесь чувствуют себя замечательно. В бухту торговцев могут сыграть от 1 до 4 торговцев. И сегодня мы не будем ничего алхимичить и кузнечить. И сегодня мы не будем играть против бродячего торговца. Мы сыграем обязательно против него, когда будем играть в 1. Сегодня Хрономант и Капитан начнут торговать вот в этой бухте торговцев. Теперь каждый игрок должен выбрать себе флаг, а также забрать соответствующий этому флагу маркер времени и маркер богатства. И вы знаете, что касается Капитана, он говорит, я беру то, что блестит, как золото. Вот этот оранжевый цвет его. Что касается Хрономанта, он говорит, у меня планшет синий, 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 синий. И я беру синий маркер времени и синий маркер богатства. На 12 отправляем маркер фазы рынка. Вот здесь на стрелках появляются по 2 мышки. Очень скоро они уйдут отсюда. Открываем вот такой череп с зелеными глазами. На единицу мы сложим маркеры времени. Первым будет ходить Капитан. Вот здесь на 9.30 и 11.30 мы складываем маркеры Искателей Приключений. Как только маркер игрока будет переходить с девятки на десятку, тут же загружать в корабли они будут по 2 Искателя Приключений. Ну а вот здесь, на старте, у нас пока что 2 маркера богатства. И у игроков пока что ноль. Да, в кармане пока не звенит. А это отважная Капитан Зеленохвост. Она управляет своим флотом в открытом море и ищет сокровища, которые точно заинтересуют Искателей Приключений. Невозможно угадать, какие богатства закопаны на многочисленных близлежащих островах. Но одно несомненно, они озолотят Капитана. Кстати говоря, вот и планшет Капитана, а это планшет персонала. Давайте посмотрим на индивидуальный органайзер Капитана. Мы видим здесь компас и, да, стрелку, которая будет указывать, куда нам двигаться. Давайте перевернем сейчас все из этого органайзера и увидим вот такой прилавок, а также сундуки с сокровищами. Ну и вот Капитан. И отправляем мы ее вот сюда, на стартовое поле. А это пиратский флот, который пока что находится в Змеином заливе. Это прилавок Капитана. Как видите, пока что этот прилавок пуст. Но очень скоро мы начнем его заполнять различными товарами. Вот, допустим, теми, которые мы найдем вот в этих больших сундуках. Но для этого нужно еще добраться из Змейного залива на корабле до вот этих островов. Что касается морепродуктов, вот они морепродукты. Сложим их рядом с игровым полем, как и вот эти неприятные монеты. Тоже пускай пока что лежат рядом с полем. Это компас, который мы будем крутить. Капитан Зеленохвост готова отправиться к островам за сокровищами. Что там по поводу ассистента и Хрономанта? Они готовы? Хрономант, профессор Серый и его ассистент Монти Макрослик предприимчивые путешественники во времени, которые из раза в раз отправляются в прошлое, чтобы вернуться в настоящее с ценными реликвиями и артефактами. Вот их планшет, вот планшет персонала, а это их индивидуальный органайзер. Мы видим здесь товары, которые они будут размещать вот на таком прилавке с песочными часами. Ну, допустим, вот так, вот так и давайте какой-нибудь вот такой. Но для этого эти товары нужно еще произвести, произвести вот этим двум. Это у нас ассистент, а вот это у нас профессор Серый. Сейчас, сейчас мы возьмем, достанем вот эти жетоны порталов, а также вот эти малые и большие товары. И подготовка Хрономанта и ассистента будет завершена. А сейчас среди всех фрагментов портала нужно найти два вот таких со стартовыми символами и случайным образом расположить в верхней части планшета Хрономанта. Теперь мы перемешаем все эти фрагменты и возьмем случайные два и разместим вот здесь, в нижней части планшета. А теперь вот эти все фрагменты переворачиваем и шесть фрагментов составляют у нас поток времени. Они будут лежать уже вот этой синей рамкой вверх. Теперь давайте достанем из органайзера вот такие четыре жетона остановки времени. И в машину времени мы загрузим ассистента и Хрономанта. Они будут перемещаться из одной машины времени в другую, которая находится вот с этой стороны. Все. Капитан и Хрономант готовы произвести товары, отправить их на свои прилавки, чтобы потом продать их вот здесь, в бухте торговцев. Впереди три раунда и в каждом раунде будет фаза прибытия, фаза производства, фаза рынка и фаза очистки. И начнем мы первый раунд с фазы прибытия. Самое время взять мешок искателей приключений и достать из них по два искателя приключений и отправить на корабли. Причем если мы достанем разбойничков, мы также их отправим на корабли. А теперь перемешиваем всех приключенцев прямо над драконьим островом и достаем, не глядя, из мешка двух. Вот тебе воин, вот тебе волшебник. На следующем корабле у нас путешествует вот такой воин вместе с разбойничком. Да, компания та еще. А здесь у нас воин и, внимание, бард. Так, что у нас творится в других кораблях? Здесь воин и бард. А также, о, у нас тут дворянин вместе с волшебником путешествует на вот такой лодке. И, наконец, еще два. Вот тебе один дворянин и один волшебник. Все, пока что вот этот мешок оставляем где-то вот здесь, в районе Драконьего острова. И уже сейчас можно планировать, какие товары производить, потому что мы точно знаем, что две из этих трех лодок причалят к вот этим пирсам, а две из вот этих к вот этим. Здесь у нас пирс при черном рынке, здесь можно продать и большой, и малый товар, но обязательно нужно будет взять карту с черепушкой. Вот здесь пирс при центральном рынке, здесь мы продаем маленькие товары, а вот здесь вот пирс при восточном базаре. Здесь будут покупатели, которые готовы раскошелиться за большие товары. Фаза прибытия завершена, начинается фаза производства. Нужно определить активного игрока, и если у нас маркеры лежат на одной позиции, то активным игроком становится тот, чей маркер времени лежит выше, то есть маркер капитана. Капитан Зеленохвост решает, что сейчас пора крутануть компас и переместить корабли из вот этого Змейного залива куда-нибудь к вот этим необитаемым пока что островам. И поэтому давайте сначала крутанем и посмотрим. Да, мы видим, что мы получаем три очка движения, но две неприятные монеты кладутся вот сюда, на этот пиратский остров. Здесь будет неприятно, если соберется семь монет, и нужно будет еще одну положить, тогда придется брать карту с черепушкой. Ну, а теперь у нас три очка движения, и мы можем распределять их между всеми кораблями. То есть можно взять три корабля и на одну ячейку переместить. Но мы переместимся вот так, смотри, стоять на месте. Раз, два, как только корабль оказывается здесь, мы переворачиваем вот этот сундук, и видим, что здесь у нас спрятаны вот такие большие рубины. Мы пока что не можем это все взять на прилавок, потому что мы только пока что разведали. Ну, а вот этот корабль давайте мы отправим вот сюда. Три. Здесь, кстати, можно порыбачить и тоже выловить в этом районе небольшой какой-нибудь, маленький, вот такой вот. Это, кстати, это у нас, что это, морские, это морские морепродукты. Это морские морепродукты можно будет выловить вот в этом районе. Все, здесь у нас три очка движения было, а теперь нужно оплатить. Вот, видишь, два будильника здесь нарисовано, поэтому мы перемещаемся на раз, два, и теперь следующий ход у нас за хрономантом. Вот это хрономант, а вот это его ассистент. Нужно запомнить, что хрономант никогда не может обогнать ассистента. Ассистент всегда будет двигаться первым. И причем, смотри, ассистент, когда пройдет по верхним порталам до машины времени, он остановится, возьмет два жетона остановки времени и будет дожидаться, когда в этой же машине времени окажется хрономант. После этого хрономант правильно будет сдвигать порталы вниз с помощью вот этого потока времени. Но до этого еще надо дожить. Сейчас мы берем ассистента и двигаем на раз, два, скажем, на три портала вперед. И тут же мы видим, что он будет нанимать горожанина, но за это придется заплатить два часа и еще вот такую неприятную карту с черепом забрать. Но это чуть позже. Сначала он возьмет и давай пригласит вот такого наемника. Причем, посмотри, у него есть эффект. Он тут же вместе с собой приносит какой-то красный... Это что у нас? Это реликвия, да? Реликвию. Одну красную реликвию. Приносит. И тут же она оказывается на прилавке. А вот теперь нужно подложить этого наемника, скажем, вот сюда. Это у нас будет увеличитель. То есть мы сможем взять и заменить одну реликвию на своем прилавке одним артефактом того же цвета из нашего запаса. То есть превратить вот, видишь, вот такую вот реликвию вот на такой артефакт. Как ты видишь, он немножко побольше стоит. Ну, а сейчас, после того, как мы наняли горожанина, давайте сдвинем всех вправо и посмотрим. Вот такой наемничек появляется на городской площади, который уже несет с собой огромный красный вот такой вот предмет. И, кстати, обратите внимание, мы взяли сейчас вот с этого места, с городской площади горожанина, но заплатили вот эту сумму. Так работает планшет Хрономанта. И сейчас мы должны взять, смотри, раз, два и одну карту. Он ее не показывает капитану, смотрит сам. Вот такая карта Порти. Мы будем держать их в открытую для удобства. Смотрим, кто ходит. Ходит у нас Хрономант. Вернее, в нашем случае сейчас Хрономант пока что еще останется в машине времени, потому что ассистент доходит до вот этой ячейки машины времени. Два часа нужно потратить. Но тут же он берет, останавливает время и берет два, ну, скажем, вот такой и такой жетон. Он берет два этих жетона. И с помощью этих жетонов он может останавливать время, потому что нужно заплатить два часа. И смотри, что произойдет. Он переместит на один час вот сюда свою фишку. Причем сейчас начнется заполнение кораблей. А вот эту фишку он вернет, ну, скажем, давай вот сюда, в гильдию волшебников. Почему так? Ну, посмотрим, работает это или нет. Вообще-то он должен, видишь, два часа был заплатить, то есть переместиться вот сюда. Раз, два. Но остановил время и переместился только сюда. А теперь посмотрим, что там в мешке. Не глядя, давай достанем вот такую фигурку. Это у нас волшебник. И мы можем разместить в любую лодку этого покупателя. Давай разместим вот здесь. Так захотел храномант. А теперь очередь ходить капитану. И он понимает, что любое движение вперед по циферблату поможет ему заполнить корабли. Но сейчас капитан, он не может, кстати, остаться на этой же ячейке. Нужно переместиться на любую другую. И он решает взять и передвинуть корабль вот сюда. Всего лишь навсего. Это будет стоить один час и одно очко движения. Кстати говоря, здесь есть еще вот такие символы. Посмотри. Это символ называется короткий путь. То есть вот отсюда, вот сюда есть короткий путь. Но для этого нужно положить на пиратский остров одну неприятную монету. Но мы сейчас этого делать не будем. В следующий раз это сделаем. Сейчас мы получили одну очко движения. И перемещаем корабль вот сюда, вот в эту часть моря. И уже один и второй корабль готовы порыбачить. Ну, а теперь один час заплатим за это движение. Один час заплатили. И тут же мы берем из мешка одного, хоть бы зеленого, хоть бы зеленого. Знаешь почему? Переместим его вот сюда. Переместим. И надеемся, что он причалит вот сюда. Потому что мы сейчас отправимся на рыбалку и достанем из этого моря дары. Этого самого моря. Видим морепродуктов зеленых и красных. Зеленая у нас рыба. Красная это у нас что? Это у нас креветка что ли? Это креветка? Красная креветка. Сразу, сразу вареная. Ну, и ходить мы будем сразу, потому что, видишь, маркер времени сверху лежит именно капитана. Поэтому ему ходить. И давай посмотрим, если он сейчас пойдет на два часа, он возьмет и пополнит еще один корабль. И хоть бы зеленый, хоть бы зеленый. Ну, а теперь, смотри, перемещается вот сюда вот пират. Гресс, два часа я заплачу. И сейчас начнется рыбалка. Это действие позволяет вам ловить рыбу и превращать вот эти вот неприятные монеты в золото. Но это если корабль стоит здесь. У нас пока что, видишь, рыболовные крючки заброшены вот в эту часть моря. И поэтому, если корабль находится в зоне с символами крючка и товара, положите один морепродукт соответствующего цвета из вашего запаса на прилавок. После этого верните этот корабль в Змеиный залив. Итак, мы берем, кладем на прилавок вот эту креветку. И тут же корабль возвращается вот в этот Змеиный залив. Ну, и, кстати, этот корабль также возвращается вместе с уловом до вот такой вот зеленой рыбы. Ну, такая рыба водится в этих морях. Отличный улов. Будем потом продавать. Ну, а теперь осталось заплатить два часа. И смотри, раз, два мы пересекли вот этот символ. А это значит, что пора заполнить корабли. Ну-ка, давай еще раз трясанем и достанем хоть бы зеленый, хоть бы зеленый, хоть бы зеленый. Отлично! И мы прямо сейчас берем и заполняем полностью вот этот корабль. И теперь нужно куда-то его пришвартовать. Либо вот сюда, к этому пирсу при Восточном базаре. Либо вот сюда, к пирсу при Центральном рынке. И мы сюда пришвартуем и тут же мы видим, как покупатели вот с этими музыкальными инструментами и один воин вместе с ними уже вышли на пирс при Центральном рынке. Отлично! Давайте нам товары, мы готовы их купить. Смотрим на часы и видим, что сейчас ходит хрономант. И видишь, ассистент дошел до машины времени и теперь будет здесь дожидаться, когда хрономант догонит его. И сейчас, да, можно, кстати, останавливаться на каждом портале, вот оплачивай время и бери себе либо красный, либо зеленый маленький товар. Ну, у хрономанта это называется реликвия, а вот большие товары называются артефактами. Но, ты знаешь, что касается хрономанта, он решает остановиться вот здесь, на этом портале, заплатив вот эти два часа. И возьмет он маленький вот такой товар. Это какие-то, что такое, песочные часы, да? Какие-то песочные часы, но маленький, маленькая реликвия. Пора платить, пора платить. Два часа, смотри, раз, два, и мы видим, что нужно заполнять корабли. И ведь неспроста взял синий товар. О, и отлично, заполняем здесь, и смотри, что произойдет. Вот этот корабль, он причаливает к вот этому пирсу при Восточном базаре. И здесь вот эти самые волшебники, они готовы покупать большие товары. Но ведь у нас нет больших товаров. Но мы обязательно превратим этот товар, вот такой маленький, в большой. Но для этого нужно будет оказаться вот здесь, ну, скажем, ассистенту. Но теперь давай посмотрим, кто ходит. Итак, мы видим, а, кстати говоря, здесь уже все, мы видим, что вот эти, вот эти, эти воины, разбойник уже никогда не доберутся до вот этих пирсов. Больше нет местечка, больше нет местечка. Корабль переворачивается, и вам вплавь добираться до своих гильдий. И до вот этой вот военной академии добрался мокрый-мокрый воин в доспехах, вплавь добрался. А до логово-разбойничков добрался вот этот мокрый разбойничек. И тут их стало теперь три. Кстати говоря, как только пришвартуется здесь еще два корабля, начнется, так сказать, другая фаза, фаза рынка. А пока что еще продолжается фаза производства. Опять ходит хрономант, и он теперь говорит, так, я решаю посетить вот этот портал. Еще пока что не дошел до машины времени. Нужно будет заплатить два часа и взять одну карту порчи. Но, но сейчас-то он нанимает, нанимает вот этого рыбака. И посмотри, что происходит, у этого рыбака есть эффект. Вы можете сбросить одну карту порчи, вот эту. Мы сбросим ее, она нам не нужна. А теперь мы разместим, разместим вот здесь этого рыбачка. И чуть позже ты поймешь, зачем мы это сделали. Мы, конечно же, возьмем, поменяем один вот этот вот маленький предмет на предмет другого цвета, скажем, зеленого. Потому что вот на этом пирсе, видишь, здесь покупают только малые товары. И здесь вот эти барды, они готовы выложить кругленькую сумму. А вот этот товар, да, мы превратим в артефакт с помощью вот этого увеличителя. Но для этого нужно оказаться вот здесь. Ну а теперь давай заплатим два часа и возьмем вот только теперь, откуда-то, вот отсюда, возьмем одну карту вот такой порчи. И возьмем, смотри, раз, два. Как только мы перешли вот этот заполнитель кораблей, мы тут же берем и давай возьмем вот такого воина. Да, куда его, куда его, ну давай-ка мы воина вот сюда отправим вот в этот корабль. Он еще полностью не заполнил, поэтому, да, кстати, что касается рынка горожан, они перемещаются вот сюда. И открывается вот такой наемник, который несет с собой небольшой маленький желтый предмет. Теперь ходит капитан, и капитан, капитан сейчас улыбнется, потому что капитан Зеленохвост перемещается вот сюда и будет вращать компас. Ну давай посмотрим. Есть, отлично! Посмотри, куда показывает стрелка. На четыре очка движения, но три, внимание, смотри, раз, два, три неприятных монеты уже на пиратском острове, но четыре очка движения. Да, мы два часа потратим, но смотри, что сейчас произойдет. Итак, мы перемещаем вот этот корабль. Раз, два, он оказывается здесь, и тут же мы переворачиваем, смотрим, что здесь. А здесь еще одно красное большое сокровище. Здесь сундук мы, когда открыли, увидели много рубинов. Но, теперь смотри, это было только два очка движения, а вот этот корабль перемещается вот так. Смотри, раз, и, как ты видишь, по кратчайшему пути он идет два, и тут же, да, еще одна монета на этом острове. Посмотрим, что здесь. А здесь вот такие вот желтенькие камушки. Это, скорее всего, самородки. Это золото, конечно же. Но смотри, что произошло. Здесь у нас раз, два, три корабля. Три корабля рядом с островами, и поэтому нужно скоро заняться импортом. И собрать эти сундуки, и отправить на прилавок. Но для начала, для начала, давай-ка мы переместимся вот сюда. Раз, два. И тут же мы прошли мимо вот этого заполнителя кораблей. Берем одного вот такого героя. И куда же мы его? Ну, давай-ка мы его переместим вот сюда. И что же получится? Смотри. Мы пришвартовываем вот сюда этого персонажа. И у нас, посмотри. Хотя, ты знаешь, хотя, хотя здесь только маленький. Нет, мы переместим вот сюда его, правильно. Здесь пирс при черном рынке. Здесь мы можем продавать и большие, и маленькие товары. Но при этом мы должны взять вот такую вот карту с черепушкой. Но сам понимаешь, у нас есть вот такой вот красный товар. А будет еще вот таких вот два сундука с рубинами. Каждый, причем, стоит шесть денег. Ну, что же, мы заплатили ведь? Заплатили два часа. И теперь опять ходим мы. Капитан смотрит, что если сейчас он перейдет вот в этом месте циферблат, то нужно будет взять два искателя приключений и добавить их в корабли. И как капитан Зеленохвост и планировала, она сейчас займется импортом. Это действие позволяет вам возить сундуки с сокровищами и превращать неприятные монеты в золото. И только вот этот корабль останется в этом месте. И мы не будем брать этот сундук пока что. Мы вот что сделаем. Если корабль находится в зоне с сундуком, положите этот сундук на прилавок. Внимание, положили вот на этот прилавок. А затем верните корабль на Змеиный пост. Вот сюда вот, вернее, на Змеиный залив. Вернее, в Змеиный залив. Это мы сделали. Все, отдыхай. Здесь мы также это сделаем. Смотри, корабль возвращается сюда, но не с пустыми трюмами. Вот этот сундук отправляется вот сюда. Это уже второй красный сундук. И понимаешь, да? Мы будем продавать вот здесь, на пирсе при черном рынке эти сундуки. Ну, а теперь обратим внимание на пиратский остров. Если корабль находится в зоне вот этого пиратского корабля, мы могли бы сейчас взять, сбросить вот эти шесть монет и получить шесть золота. Но у нас корабль, как ты видишь, вот здесь. И поэтому мы этого делать не можем. Мы в следующий раз переместимся сюда и обязательно провернем эту историю. А пока что давай заплатим вот эти два часа. Раз, два. И тут же мы берем из этого мешка. Сначала достаем двоих. Да, двоих. И потом только поймем, куда мы кого распределяем. Внимание. Смотри, здесь тебе и воин, и бард. Посмотрим. Мы можем распределить сейчас их в один корабль. И тогда, и тогда это мы уже, получается, приблизили финал этого. Мы так и сделаем. Да, только давай сделаем так. Смотри. Мы возьмем... Так. Ты понимаешь, слишком... Но ничего. Давай приближать, так приближать. Мы разместим этих двух здесь. И этот корабль пришвартовывается к пирсу при центральном рынке. И посмотри, сколько здесь любителей купить различные товары в бухте торговцев. Ну, а что же происходит с вот этими искателями приключений? Да, ты уже знаешь. Они вплавь добираются до своих гильдий. И вот уже волшебник с подмоченной мантией возвращается вот в эту гильдию. А здесь, посмотри, он говорит, ты там в басике, да, купаешься? И я только что искупался в нашем драконьем заливе. Теперь здесь в этой гильдии два дворянина, а здесь два волшебника. Теперь приближается конец фазы производства, потому что, да, все корабли пришвартовались. Ну, а теперь нужно взять и переместить маркер фазы рынка на следующую ячейку после самого дальнего от начала циферблата маркера времени. То есть вот сюда. Действие загрузить корабли до конца рауна больше не работает, поэтому если вот эта фишка будет проходить вот эту, так сказать, вот эту фазу пополнения кораблей приключенцами, мы больше не будем пополнять. Ну и как только все маркеры времени окажутся на маркере фазы рынка или пройдут его, фаза производства закончится. А сейчас у нас ходит хрономант. А сейчас хрономант перемещается вот сюда, в машину времени, и мы увидим сдвиг хронологии. Это будет стоить нам один час, но у нас есть вот такой вот жетон, который мы можем потратить и вообще не перемещаться, потому что вот движение нужно на один час. тратим монету и остаемся на своем месте. Но мы пока что, наверное, этого делать не будем. Ну, давай посмотрим, что будет, если мы не будем тратить сейчас этот жетон остановки времени. Сейчас мы переместились сюда, и начнется сдвиг хронологии. Мы должны запустить машину, в которой находится хрономант, чтобы ближайшие к ней ячейки изменились. Для этого выберем один фрагмент портала в потоке времени. Допустим, вот этот. А теперь, не переворачивая фрагмент, положите его в верхний ряд, ближайший к этой машине времени столбца, сдвигая уже находящиеся в этом столбце фрагменты вниз. Таким образом, верхний фрагмент переместится в нижнюю вот эту часть, а нижний фрагмент уйдет с планшета. Так вот, переверните фрагмент портала, вытолкнутый из планшета, и добавьте его в поток времени. Все. Теперь мы видим, слегка порталы поменялись, и теперь, смотри, действие нанять горожанина стоит всего лишь навсего вот эти два часа. А вот, вот ты посмотри, мгновенно, мгновенно отовариться в гильдии бардов золотом, или взять вот такой вот небольшой зеленый товар, будет стоить всего лишь навсего один час. Но все-таки давай, один час мы заплатим. И опять-таки, ходит хрономант, но в данном случае ассистент. Потому что хрономант не может никогда обгонять ассистента, а ассистент с хрономантом находится в машине времени, поэтому делаем один шаг вперед, и тут же мы видим, да, вот это то, что мы хотели активировать персонал. У нас уже персонал есть, и мы сейчас его задействуем. Как ты видишь, одну неприятную карту с черепком и два часа нужно будет за это заплатить. Но для начала, посмотри, вот это называется заменятор. Замените одну реликвию на своем прилавке, одной реликвии другого цвета из вашего запаса, а вот это увеличитель. Замените одну маленькую реликвию на своем прилавке одним артефактом того же цвета. Но давай посмотрим. Нам вот здесь бы желательно продать какой-нибудь большой артефакт, поэтому мы для начала вот этого персонажа просим увеличить вот эту реликвию до вот такого артефактища. Ну, а вот это заменятор. Мы сейчас посмотрим. Так, здесь у нас, видишь, раз, два, три зеленых бардов очень много. Поэтому мы вот эту красную реликвию заменим вот на такую зеленую. Вот, и хорошо. Спасибо вам огромное, горожане. Мы сейчас применили вот эту вот ячейку активировать персонал. Ну, а теперь время. Да, смотри. Раз, два. Мы оказываемся непосредственно на маркере рынка. И не пополняем мы теперь корабли. Ну, и что касается карты. Вот такая карта Порчи здесь у тебя уже в арсенале. Да, потихонечку они будут копиться. И в конце сыграет с нами не очень, не очень приятную историю. Ну, а теперь кто ходит? Ходит у нас капитан. И капитан решает нанять горожан. Для этого перемещается сюда. И вот сколько потратить времени, будет решать уже вот, будут решать вот эти символы. И он, конечно, говорит, я вот за этим пришел, я вот за этим пришел. И тут же он что делает? Он приносит один большой красный сундук. Для этого нужно перевернуть вот эти сундуки, найти среди них красный. Если бы там не было красных, ну что ж, нам просто не повезло. А вот эти все сундуки нужно взять и перемешать. А теперь, после того, как мы получили этот красный сундук, мы берем вот этого горожанина и отправляем вот сюда. Это у нас навигатор. Как только мы будем активировать персонал, мы сможем получить два очка движения и добавить одну неприятную монету вот сюда, на пиратский остров. Но, сам понимаешь, два очка движения без вот этих вот, так сказать, перемещения капитана сюда, это хорошо. То есть, это приятный бонус. Ну, а теперь капитан давай пополнит рынок горожан. И здесь, о, какой это такой из гильдии бардов. Что-то несет в зеленом сундуке. А теперь давайте заплатим два часика. Раз, два. Все. Все маркеры либо на маркере рынка, либо перешли его. А теперь нужно все маркеры времени, которые прошли маркер фаз рынка, поместить на него, сохраняя порядок. Для этого возьмите стопку маркеров времени, ушедших на одну ячейку вперед, и положите их, не меняя порядок, на те маркеры времени, которые находятся на маркере фазы рынка. Ну, и таким образом, игроки, потратившие лишний час, будут продавать фазы рынка первыми, и в следующем раунде будут ходить первыми, обладая меньшим количеством информации. Вот она, фаза рынка. В этой фазе игроки продают товары со своих прилавков покупателям на прессах, а затем игроки получают финансирование гильдий в зависимости от количества покупателей в залах гильдий. Посмотрим на маркеры. Первым будет продавать товары на пирсах капитан, а затем хрономант. Это пирс при восточном базаре. На этом пирсе можно продавать только большие товары. И посмотрим, что там. Да нет, вы знаете, красные товары, зеленые. Это капитан будет продавать вот здесь, на пирсе при черном рынке. Посмотрим, что здесь. А вот как раз-таки хрономант говорит, я с удовольствием продам вам вот такой товар. И чтобы узнать цену, нужно взять 8, умножить на 1, 2, 3, и получим 24. Этот товар продаем, и маркер богатства отправляется вот сюда. 24. Это хорошо. Теперь посмотрим вот здесь, конечно же, давайте раступись. Да, посмотрим. Здесь у нас пирс при рыночной площади. На этом пирсе можно продавать только маленькие товары. И опять-таки смотрим, смотрим. Да, наверное, все-таки маленький товар сейчас продаст. Вот капитан. Вот эту рыбу, видишь, она стоит 3. 3 умножаем на 1, 2, 3, 4. Получаем 12, и тут же маркер капитана отправляется на 1, и 12. Так, это что касается богатства капитана. Ну, а у тебя что? А у тебя тоже, посмотри. Вот такая реликвия. 3 умножить на 4. Получаем 12. И таким образом получаем 36. 36 это все, что пока что получают в фазу рынка хронован, потому что на прилавке больше нет никаких реликвий и артефактов. Но, а что касается капитана, то вот здесь уже на пирсе при черном рынке, видишь, за вот такую карту, кстати говоря, карту порчи мы обязательно сейчас возьмем. Но только после того, как мы продадим товары. Допустим, смотри, 6, 6 и 6 умножаем на 1, 2, 3, на 3. Получаем 54. И так мы продаем вот эти сундуки. 54. И давай отправимся с 12.54 на 66 вот сюда мы отправились. Но это еще не все, потому что есть еще вот такой вот маленький-маленький морепродукт. 3 умножим на 1, 2, 3, получим 9. И таким образом у нас 75. Это пока что все, что мы поторговали здесь на 75. Но не забудем взять вот такую вот карточку. Неприятная карта, но мы от нее будем избавляться. Если вот сюда пригласим горожанина, то он, если мы будем выполнять действия, активировать персонал, он сможет избавляться от вот этих неприятных карт с черепушками. Ну а теперь финансирование. Финансирование гильдий. И мы смотрим вот сюда. Здесь у нас, видишь, 2 воина, 1 бард, 2 волшебника и 2 дворянина. После продажи товаров игроки получают золото за все активные символы финансирования в своих магазинах. За каждый активный символ игроки продвигают свой маркер золота на количество делений, равное количеству искателей приключений в соответствующем зале гильдии. Здесь у нас, смотри, здесь у нас пока что интересует гильдия бардов. И сколько там у нас бардов? Один. Значит, одну монету получает хрономант. И вот 37 пока у него монет. У капитана. Патрулирование, фазу рынка. У него все зависит от того, где находятся корабли. Вот он, один корабль. И видишь, здесь он находится, вот фаза рынка. И здесь за каждый патрулирующий корабль в зоне с символом финансирования вы получаете финансирование соответствующей гильдии. Барды, как мы уже знаем, там в количестве одной штуки. Поэтому мы продвигаемся на 1. 76, 37. Хорошо, капитан вырвался вперед. Этот первый раунд завершается. И завершается он фазой очистки. Мы перемещаем мышку вот сюда на единицу. Все вот эти маркеры мы кладем стопкой вот сюда. Маркер фазы рынка перемещается на 12. Вот эта мышка будет ждать следующего раунда, чтобы переместиться на двойку. А вот эти маркеры переместятся тогда на тройку. Теперь давайте очищать пирсы. Все корабли отчаливают обратно в бухту. А вот с этих пирсов в мешок отправляются все покупатели. Вместе с разбойниками. Все. Мы только не убираем искателей приключений из гильдии и логова разбойников. Вот этот вот горожанин, он расстроен, что его не пригласили поучаствовать в этой торговле. И он уходит под низ колоды. Все вот эти торговцы перемещаются на одну ячейку вправо. И открывается вот такой вот хранитель маленького синего предмета. А все горожане выстроились опять-таки к следующему раунду. Может быть, в этот раз заберут вот этих горожан с этой городской площади. Да. Как хорошо, что ты мне напомнил. Когда мы выполняли действие импорт капитаном, мы должны были в завершении этого действия взять вот так вот случайные сундуки и добавить их вот на эти острова. Хорошо, что ты напомнил. Все. Теперь я забывать об этом не буду. Кстати, капитан в фазу очистки убирает все сундуки со своего планшета, потом замешивает их и опять-таки располагает их на островах. И нужно перевернуть сундуки, если в их зонах есть корабль. Ну, то есть мы вот эти сундуки все берем, переворачиваем и давайте их вот так вот замешаем. Вот так. И теперь совершенно случайно мы располагаем вот здесь эти два и давай вот эти два здесь. Причем, видишь, здесь корабль находится, поэтому мы переворачиваем сундук и видим, что здесь, вот так будет удобнее нам видеть, здесь у нас самоцветы, рубины. Вот, стоимостью 6 денег. Вот эти все сундуки обратно кладутся рядом с планшетом пирата. Второй раунд начинается опять с прибытия. Посмотрим, какие искатели приключений прибыли к нам для того, чтобы купить товары. Продолжение увидите завтра. Завтра вы узнаете, с каким счетом завершилась дуэль капитана против Хрономанта, которому помогал ассистент. А пока что поставьте лайк, подпишитесь на канал и поддержите канал Сергея Анатольевича Любухина на Boosty. Ссылка в описании. И тогда все будет намного лучше. Кстати говоря, тогда вы будете знать намного раньше, чем все остальные, что я снимаю для этого канала. Все, подпишись и поддержи канал на Boosty.